Музейно-образовательное пространство РГГУ Залы греческого и египетского искусства здесь гармонично сочетаются с современными интерактивными экспонатами Посмотрите на это выражение Вы видите, что оно трехмерное стоит Да, да, да Вы можете войти в одну инструкцию, еще даже чуть ниже можете увидеть основные машины Вы видите, колесное выражение и так далее В 1930 году заведующий Центральным архивным управлением СССР Михаил Покровский выступил с инициативой создания Института архивоведения В том же году постановлением правительства Советского Союза вуз был создан А через два года переименован в историко-архивный институт Я убежден, что одной из важнейших задач государства является поддержание базового уровня исторической грамотности Исторической культуры наших граждан Воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к своей истории Ключевыми действующими лицами здесь, конечно, являются профессиональные историки А важнейшими инструментами архивы, музеи, вузы и академические институты На это же направлены и основные усилия российского исторического общества Учебный процесс начался в апреле 1931 года, когда первые студенты переступили порог здания на Никольской улице Краеугольным камнем изучения всех дисциплин стали документальные исторические источники и методы работы с ними В разное десятилетие выпускниками института были историки и архивисты, составившие славу отечественной исторической науке, архивного дела и документоведения Что касается высшего учебного заведения, особенно с такой замечательной историей, хотя не легкой, конечно, что там говорить Как историко-архивный институт, до этого Московский государственный историко-архивный институт Это солидная дата Есть все основания, и мы сегодня это с удовольствием сделали, подвести какие-то итоги А выверить более точно, а сегодня мы это делаем с огромным удовольствием в рабочем режиме, с российским историческим обществом Шаги дальнейшего развития не только исторического образования, но и исторического образования как фундамента всей гуманитаристики, гуманитарного образования в целом Действительно, историко-архивный институт принимает самое активное участие в научно-просветительских и образовательных проектах российского исторического общества В диктанте победы, в проекте «Россия. Моя история», в всероссийском конкурсе «Моя страна. Моя Россия» И этот список можно продолжать Для историко-архивного института всегда было характерно только, кстати, ему присущее сочетание новаторства и сохранения традиций Все стараются вузы этому стремиться, новаторству и традиции в разной степени, в разном сочетании Но то, что есть в нашем институте, этого нет нигде В этом он, конечно, абсолютно бесспорно уникален, как и все, что связано с архивной деятельностью Именно РГГУ стал одним из первых членов российского исторического общества Ректор Александр Безбородов и президент Ефим Пивовар участвуют в руководящих органах общества А двое выпускников вуза, Александр Кибовский и Константин Могилевский, являются членами президиума российского исторического общества За выдающиеся заслуги в развитии исторических исследований и сохранении традиций научно-педагогической школы Историко-архивного института в связи с 90-летием ИАИ РГГУ Константин Ильич Могилевский, выпускник института, награждается почетной грамотой РГГУ Председатель правления российского исторического общества, исполнительный директор фонда История Отечества В день заседания, посвященного 90-летию Историко-архивного института РГГУ На портале правовой информации был опубликован указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации в 2020 году Награда досталась руководителям авторского коллектива проекта «Онтология национальных литератур» Я неплохо знаю этот проект, поскольку его замысел рождался в рамках Оргкомитета года литературы В работе этого Оргкомитета мне посчастливилось участвовать Вы знаете, наша культура богата своим удивительным многообразием и сильна единством У нас насчитывается около 60 литературных языков, на котором создаются замечательные литературные произведения И, конечно, собрать их под одной обложкой – это просто титанический труд В этом проекте приняли участие сотни, даже тысячи людей Профессиональные лингвисты, переводчики художественной литературы, литература-веды, библиографы и драматурги со всей страны Уже вышло три тома – поэзия, проза и детская литература народов России В ближайшее время будет выпущен еще один том, в который войдут драматургические произведения Практически последние 30 лет ничего не переводилось с национальных языков на русский А путь к большую мировую литературу без русского языка невозможен для малых литератур Русский язык всегда служил для них таким мостиком в мировое пространство литературное Был создан уже специальный сайт, который называется «Россия для всех. Russia for all» Где мы размещаем весь корпус литературных произведений, как на языке оригинала, так и на русском языке И, собственно, все через какое-то время уже смогут познакомиться со всем многообразием нашей национальной литературы Наглядный пример уникальности этих изданий привел Сергей Нарышкин Он подчеркнул, что в антологию вошли и произведения на крымско-татарском языке, чего не было за весь украинский период полуострова На четвертый год после того, как Крым вошел в состав, воссоединился с Российской Федерацией Вот в антологии национальной поэзии появились авторы, которые пишут на крымско-татарском языке И имеются стихотворные переводы их произведений Так что вот все эти тома, они по-настоящему уникальны Сегодняшние выпускники Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета являются олицетворением одного из девизов ВУЗа Вековые традиции – современные технологии Служба информации Фонда История Отечества